Привет, друзья! Сегодня после почти недельного, да даже больше, перерыва, так не характерного для моего канала, я все-таки вернулся. И сейчас я хочу показать вам этот вот горшочек мой новый. Это Хатори. Горшочек японский, авторский. Довольно-таки крутой. Выглядит очень здорово. Видите, вот еле видная печать. И, в принципе, он очень здоровский. Мне нравится. Единственное, что он немножко шатается из-за того, что, видите, у него одна из ножек чуть выше, чем другие. Из-за этого он болтается вот так. Поэтому этот горшочек стоил намного дешевле, потому что он, ну, как бы бракованный считается из-за вот неровности ножек. Но мне она понравилась, мне он понравился, извините, тем, что, в принципе, у него вот такая вот, видите, текстура очень интересная. Уникальная даже, можно сказать. Потому что я раньше такого не видел. Таких вот горшочков, да. С помощью построенных, видите, они как бы накладывали слои. И из этого строили горшочек. Очень, как по мне, круто сделано. Вот. Есть четыре отверстия для проволоки, два сливных. И также есть губа, видите, которая, горшочек чуть внутрь как бы загибается. Это, в принципе, может быть проблемой после долгого нахождения растения в этом горшке. Потому что оно будет уже хвататься корнями вот за эту губу. И вынуть его будет очень сложно. Придется вот здесь обрезать, грубо говоря, все корни, да, и уже вытаскивать обрезанным. Но также преимущество этого горшка в том, что растение также более устойчивое становится. И оно, ну, как бы будет держаться за этот горшок через некоторое время само по себе корнями. А это здорово. Так что вот есть плюсы и минусы. Вот такой вот горшочек, он не очень большой. Пока что не знаю, что я сюда хочу посадить, но что-нибудь да посажу. Так, ну а теперь приступим к открытию вот этой вот коробочки. Потому что мне пришло еще два горшочка, которые я сейчас вам и планирую показать. Так, вроде бы все. Видите, как упаковано просто огромное количество пупырки. Немножко газет японских. И еще одна коробочка. Так, сейчас я ее давайте открою и мы продолжим. Ну что, все, я открыл. Теперь можно это все снять. И первый горшочек, он вот тут находится. Видите, как обычно, все в пупырке. Все закручено. Запаковано очень неплохо. И что ж, вот он, блин, какой он крутой. Так, вот такой вот горшочек. Видите, это горшочек Тосуи. Так что он довольно-таки маленький. Но посмотрите, какого он качества. Как круто сделан. Жаль, что здесь нету отверстий для проволоки. Но сверлить я такое произведение искусства просто не буду. Смотрите, какие тут ножки. Блин, он здорово просто выглядит. Я прямо влюбился в него. Посмотрите. Вроде как он и простой, да? Кажется, что он такой простой, но просто суперский. Он такой очень увесистый для своего размера. Гладкий. Это другая совсем, мне кажется, эмаль, краска. Потому что на ощупь она гораздо более гладкая, чем вот обычные горшки такие синие, в которых там голландские прибоны Саи приходят. Этот чувствуется, что покруче. Скорее всего, для какого-нибудь вязика я его буду использовать. У меня есть уже на примете некоторые, которые можно пересадить. Поэтому, скорее всего, я его пересажу как раз-таки один из вязов вот в этот горшочек. Блин, он очень круто выглядит. Мне очень нравится. Единственное, что он неустойчивый, видите? Он шатается. Видите? Вот легко. Это проблемка. Но что поделать? Давайте я оставлю его пока здесь. И мы перейдем уже к третьему заключающему горшочку. Кстати говоря, у меня горшочек еще должен прийти гигантский для моего гринлорда. Так что, как только он придет, сразу же будет пересадка. Вот такой вот горшочек. Это горшочек в Абачи. Видите? Здесь есть вот печать. И он тоже очень здоровского качества. Опять же, присутствует губа. Но она совсем-совсем маленькая. Практически не чувствуется. И из-за этого, конечно же, он здорово выглядит. Для маленьких вот таких горшочков, я думаю, что губа обязательно. Потому что растения все-таки должны держаться еще дополнительно. Не только за счет проволоки, но и вообще, в принципе, за счет корней. Поэтому мне кажется, что этот горшочек больше чем подходит. Если он вам, кстати, понравился, то напишите, что хочу конкурс. И я вот этот горшочек в следующем конкурсе, когда конкурс на авторский горшочек Фингли Катаока закончится, выявится победитель, я ему отправлю. И следующий будет вот этот горшочек, если вы, конечно же, хотите. Видите, если нет, то я с радостью оставлю его себе. Потому что, в принципе, я покупал его себе. Но, как бы, с радостью поделюсь им вам. С вами, точнее. Если вы этого захотите, поставите лайк, прокомментируйте. Видите, он, в принципе, очень просто выглядящий горшочек. Очень просто сделанный горшочек. Тут, видите, даже вот на самих ножках горшка видно, что это пальцами леплено. Видите, вот это все, это пальцы. Остались, да? Отпечатки. Так что, горшочек крутой. Все три мне очень нравятся. Особенно нравится вот этот. Но, видите, он немножко шатается. А это, конечно, не круто. Но, что поделать? Такие вот три горшочка. Напиши в комментариях, какой горшочек тебе больше нравится. Потому что, ну, мне кажется, они оба заслуживают внимания. Они оба, все три, очень здорово выглядят. Но, какой вот для тебя кажется более крутым? Напиши это в комментариях. Потому что мне интересно знать. Ну, а с вами был Дима. Все восстанавливается. Видео начнут выходить чаще, как обычно. Так что, подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok